Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто неравнодушные зрители моего канала, кому не безразлична дальнейшая судьба, дело Влада Бахова. И с вами я, принц Юрий. И вы знаете, дорогие друзья, мне уже не терпится лицезреть тот момент, когда же, наконец, виновные в гибели Влада подвергнутся наказанию по всей строгости закона в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Когда их всех привлекут по нескольким статьям, которые действительно имели место быть на том ужасном, я бы сказал, дьявольском пикнике. Потому что, вы знаете, чувство справедливости просто из меня исходит во все щели. И я думаю, что многие из наших подписчиков, из моих подписчиков, ну просто уже не могут дождаться этого момента. Вы знаете, и от этого грустно. А грустно от того, что в нашей стране происходит вот такой беспредел, такая вот, вы знаете, я даже не знаю, как назвать, вот эта оставленность. Не работают совершенно законы, рычаги юридические, которые бы как-то покарали действительно тех, кто действительно виноват. А то у нас, знаете, бегают за теми, кто не надел маску в метро или в автобусе. Или за теми, кто вышел на улицу там подышать воздухом, штрафуют там на 100 тысяч рублей. Извините меня, это что вообще, как это называется? За то убийство, да, за то действительно преступление, которое требует незамедлительного, какого-то незамедлительных мер по отношению вот к этим, ну, 12-ти плюшевым мишкам, чтобы их как-то утихомирить, чтобы действительно они не борзели, да, то, смотрите, они скачут на костях, на костях убиенного Владика. Так мало того, что они кляшут на костях, очерняют его, ну, как бы, посмертно, да, то есть они, зная, что он не сможет за себя постоять, они продолжают, так сказать, его обзывать наркоманом, там, не знаю, каким-то неполноценным человеком, каким-то, ну, я не знаю, там, всякими мыслимыми и немыслимыми эпитетами, просто очерняют его. Помимо этого, они очерняют также и родителей Влада. То есть, понимаете, тех, кто потерял своего ребенка, нужно наоборот поддержать, они их очерняют. То есть, это, тем самым, они берут на себя гнев, гнев вселенной, гнев, не знаю, Бога или гнев природы, не знаю, как это называть, они себе портят карму, они себе портят вот эту вот, ну, как сказать, ну, хотите, как называйте, но, я думаю, понимаете, да, что себе хуже делают. И вот, знаете, я бы сегодня поговорить вот еще о чем хотел. Как вы знаете, я в прошлом видеоролике обсуждал, ну, скажем так, одного блогера, да, это Валерия Ященко, да, ну, понятное дело, что, в принципе, как бы его обсуждать и осуждать, как бы, знаете, я не имею, так сказать, права, да, потому что, ну, понимаете, да, там, как бы ситуация немножко другая, там, все-таки человек действительно, ну, как бы сказать, в той или иной степени, ну, в таком положении находится, когда не принято его осуждать. Вот, но я сейчас, знаете, о ком поговорю? О тех блогерах, которые, знаете, понимаете, так называемые хамелеоны, да, то есть те, которые перескакивают, так сказать, с одной баррикады в другую, то есть те, которые меняют на 180 градусов свое отношение к делу Влада Бахова, то есть которые изначально вроде были за Влада, то есть действительно болели за то, чтобы наказали виновных, чтобы, что бедный Влад, что действительно вот бедный парень, ну, вроде бы сначала как-то они действительно были на светлой стороне, потом перешли на темную сторону. Вот, и если, допустим, с теми, кто изначально был, вот, противником, так сказать, вот, ну, защищал вот этих 12, вот этих плюшевых медвежонков, ну, с теми-то как-то все понятно, да, они, в принципе, изначально, да, вот они вот, ну, по своей природе вот такие, да, что с них взять там, ну, может быть, конечно, в силу своей испорченности, может быть, еще по каким-то причинам, может быть, какая-то обида, ну, психология тонкая вещь тут, в принципе, с теми все понятно, но с этими, которые вроде бы изначально были за, что с ними происходит, кто им промыл мозг? Потому что, ну, вы знаете, вот, конечно, вот, если фильтр лапшин, он был изначально, ну, отмороженным, но он отмороженный, и он ни на что не пойдет, ради того, чтобы там кому-то уступить, он всегда, знаете, он до денег жадный, ну, человек, если его можно назвать еще таким, ну, потому что это действительно, ну, как сказать, я не знаю его имени и фамилии, но скажу, что под этим ником скрывается, ну, честно говоря, такой персонаж, скажем так, ну, не буду говорить, но вы сами понимаете, что, ну, отмороженный, что поделаешь тут, ну, с теми-то как бы все понятно, но с теми, кто переобувается, кто вот так вот, знаете, переходит на другую сторону, на сторону врага, вот я даже не знаю, что о них думать, потому что, вот, предатель – это еще хуже, чем враг, предатель – это человек, который, ну, вы знаете, особенно если он падкий перед деньгами, перед вот этими, да, то есть это самое, ну, наверное, такое, либо эти люди легко внушаемы. Я сейчас не буду обсуждать там Кузьминова, да, там, ну, как бы Будду Гришну, да, потому что, ну, как бы это все-таки первопроходцы, которые дело Влада Бахова стали разбирать, то есть это, которые положили начало, так сказать, гражданской инициативе, то есть это те люди, которые изначально, они хоть как-то боролись, но там, в принципе, другая ситуация, там их зашугали, там их как-то, может быть, запугали, но тоже, в принципе, это не делает им чести, да, это тоже им в минус, конечно, вот, вот, но я, честно говоря, в шоке с Дегтярева, там, например, или в шоке с, с Марго, с этой, как ее, с Сенченковой, ну, с нее я просто вот в шоке, которая изначально была такая миленькая девочка, такая все, или там, ну, кто, ну, Митрова, ну, Митрова не знаю, честно говоря, что о ней думать, но Марго, это что-то с чем-то, то есть прям резко переобулась, и то сначала-то она говорила, что вот, да, бедный Влад, да, а потом-то посмотрите, что произошло, посмотрите ее видеоролики, и вы знаете, вот, и самое-то главное, это вот что, почему я сказал, что действительно это кто-то из-за денег, от кого это все исходит, это все исходит от писек, это все руководят этим писки, ну, я думаю, что вы догадывались о каком-то идет речь, а вот эта группа Тихий Дирижер, да, это просто, это младший, младший брат писек, это как бы ручная собачка писек, то есть это, ну, как сказать, такая гончая, если писки это ворки, да, ну, а Тихий Дирижер такая гончая, но все остальные, это уже такие одержимые, то есть это вот те, которые действительно обращенные, так сказать, блогеры, это и Марго, это и Дегтярев там, ну, опять же, тут тоже сложно сказать, там еще другие блогеры, которые переобулись, не буду их называть имени, в общем, ребят, я скажу то, что предательство, это самое последнее дело, потому что, ну, можно простить, например, когда человек слабый, ну, как бы, ну, понятно, что с него взять, если он, тоже это плохо, с этим беспределом нужно бороться, когда человек изначально, он себя показывает, во всей красе, но когда человек, вот, представьте себе, подписчики в него верили, он, действительно, как бы, они отдавались ему, и потом, этот же блогер, или блогерша, просто сменила, так сказать, ну, свою вот эту, кожуру, или как там назвать, и все, и резко, как-то вот, поменяла свое мнение, это, вы знаете, я считаю, что вот за предательство нужно, ну, привлекать к ответственности, вот, ребят, напишите за, кто вот со мной согласен, ну, хотя бы к административной, я не знаю, там, ну, штрафы какие-то накладывать, там, сто тысяч, там, ну, не знаю, миллион рублей, вот, и заодно, как бы, пенсионеры будут жить хорошо, там, не знаю, всех категорий граждан, вот, замечательно будет, потому, что вот такие вот блогеры, которые идут на сторону врага, должны приравниваться к фашистам, которые, вот в советские годы, кстати, во время войны, те, которые переходили на сторону врага, они, вообще подвергались расстрелу, подвергались смертной казни, как, ну, ну, понятно, что, Сталином, да, я предлагаю просто привлекать к административной ответственности, вот, вот такие штрафы делать, потому, что, ну, такое нельзя, вот, как-то, к этому относиться, спускать на тормоза, потому, что это уже, действительно, это тяжелый случай, это, я не знаю, это просто шизофрения какая-то, поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что, больше таких блогеров не будет уходить из темы, я думаю, что, вот, Коча, это, один из верных сегодня блогеров, Лера, там, еще другие блогеры, вот, мы с вами, и, дело Влада мы раскроем до конца, по крайней мере, мы это будем делать, ну, до тех пор, пока, наконец, не начнется посадка, пока не начнутся приговоры первые, вот, пока вот этих 12 негритят, не прижмут за хвостик полосатый, всем до встречи, всем пока, увидимся в следующем видеоролике, с вами был я, принц Юрий,